Вот, смотрите какой, смотрите какой, друзья, гигант, степной сморчок, вот, вот они же, вот, вот, вот. Всем привет, вы на канале Тихая Охота, сегодня 2 мая 2023 года, для грибников Воронежской области это Рассашанский район, не смешанный лес, осины, березы, сосны, пришел я поразведать, какие сейчас еще грибы появились, должна быть уже тут в этом лесу тоже майская рядовка, как и в прошлом видео я показывал, также хочу поискать горельниковые сморчки, это сморчок избыточный, который растет на местах пожарившей, здесь есть места, где горел лес, надеюсь, будет интересно, и первый гриб уже есть. Вот он, друзья, сморчок конический, съедобный гриб, я его не отвариваю перед готовкой, помыл и сразу на сковородку. Забираем грибочек. Пока еще начало мая, сморчки есть, надо собирать, может что-то попадется еще интересное. Вот они, друзья, сморчки попадаются, довольно-таки еще молоденькие, мелкие, так что грибы пока еще есть, весенние. Мне вчера ВКонтакте прислали фото подберезовиков из Бутерлиновского района, представляете? И они были крупные, такие огромные уже подберезовики, в березовой посадке, человек нашел, написал. Также мне подписчица звонила, тоже нашла, только не подберезовики, а майскую рядовку на лугу. Довольно крупные уже грибы, несколько пакетов они насобирали с семьей, намного крупнее, чем те, что снимал и показывал я. Но мои были под деревьями, в лесу, в тени. На лугах они, майская рядовка первая выстреливает. Мне даже кто-то в комментариях писал, что надо искать, что они собирают там, где одуванчик, крапива на лугах, первая. А следующая в лесах уже много, вроде как червивой. Еще сморчок конический. Сейчас я собираю сморчки под осинами, горельниковых пока сморчка избыточного не встретил. Позапрошлое видео я снимал сморчок избыточный, который растет на лесных пожарищах. Ну да, прошлое видео я снимал, показывал майскую рядовку, а позапрошлое сморчки. И он, этот избыточный, если его найти, он растет более массово, чем конические, прям такие поляны огромные. Но кто смотрел мой позапрошлый ролик, тот понял, тот понимает, насколько это много. Мне даже писали такое ощущение, как будто их там понатыкали. Да и называется он как раз из-за этого избыточным. Вот этот кто-то зацепил. Или он сам в процессе роста что-то зацепил, обломался так. Вот этот подсушенный сойдет. Сушилка быстрее высушит. Вот здесь в этом месте тоже полно берез, но как-то под березы, видите, мне не попадаются. И майской рядовки здесь не видать. Хотя под березами... Вообще, майскую рядовку я больше всего, прям массово собирал под березами. Хотя приходилось и под плодовыми деревьями искать их собирать. Под дубами, пленами в широколичных лесах. Под осинами, под соснами находил. Вон они с морщики стоят. Под березовиков, да, не видно. Жалко. Красота. И тут такое место, где я поначалу начинал снимать ролик, оно прям уже исхоженное. В этом месте почему-то не ходит никто. Красавица. Ну вот березы. Немножко осин. Под березовиков разведчиков пока не видать. Но я, если честно, удивился. Такие он мне прислал. Этот человек фото таких крупных под березовиков. Ладно бы. Молоденькие были бы. Мелкие. Но такие огромные. Вот, друзья, смотрите. Такие прям свежие, молодые сморщики вот наросли. Так что пока еще молодые грибы есть и сморщиковый сезон получается в самом разгаре. И вот так вот я уже почти дно корзинки закрыл. О, вон там, вон, смотрите. Повсюду они. А вот он. в этом месте вот в данном случае вот они, сосны, березы здесь и осины. Вообще вот этот именно конический сморщок, вот он растет вот с тополем и осиной. отдельно под березами или под соснами вот их нет. Под соснами если вот всякие там сморщок войлочный или избыточный могут расти. Да. красавцы. Красавцы. красавец. А лисерху. иногда спрашивают у меня под какими в каких местах искать сморчки да они в принципе их же видов много поэтому найти сморчки можно в любых типах лесов есть виды которые растут под лиственными деревьями различными дубами под под березами под осинами под тополями под сослами и елями и различаются какие-то друг от друга практически неотличимы визуально какие-то очень сильно отличаются друг от друга и я если честно пока что на данный момент встречал только три вида сморчков то есть один раз единожды мне удалось найти сморчок избыточный который горельниковый на пожаре как растет в основном я собирал конический и степной сморчок еще можно назвать конечно сморчковую шапочку богемскую но я ее сморчком не считаю все таки это шапочка которая гриб который относится к другому роду 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 верпа если сморчок это род маршелла сморчки в роду маршеллу все находятся то сморчковая шапочка в роду верпа они родственники довольно таки близкие вот этот вот подсушенный но тоже тоже пойдет нормально вот этот сморчок конический он не попадался кстати с довольно таки длинными ножками когда выросшие где-то в траве в густой них длинная ножка не тянутся в солнце к свету в траве но также есть маршелла элата сморчок высокий такой существует он крупнее выше размерами но опять же они похожи друзья такие полянки под осинами возле осин в траве конические сморчки повырастали встретилась друзья вот дисцина щитовидная гриб условно съедобен можно готовить но только после предварительного отваривания вкус напоминает немного строчок и спутать можно еще с блюциферами жилковатым у него присутствует запах хлора и про него пишут что он может встречаться и в хвойных лесах блюцевик жилковатый я его встречал только в широколиственных в дубраве их там было этих грибов всего там три штуки они были намного крупнее чем дисцина это щитовидная но и он блюцевик жилковатый является условно съедобным и запах хлора у него и после отваривания исчезает поэтому они оба условно съедобны готовить можно как тот так и другой смотрите друзья сколько вот сморчок тут целая поляна вот сморчок вот там наверное уже всем надоело смотреть сморчки эти я уже и после по просмотрам вижу первые ролики с морщками хорошо смотрели сейчас уже большинству не интересно не смотрят но других грибов массово просто не пошло и что даже рядовка майская на по сути может встречаться вот в этом лесу я их и собирал рядовку майскую под осинами и под соснами и под березами нет пока нет пока еще первых разведчиков маслят под березовиков не попадается сморчки чувствуется что уже отходят хотя и попадались сегодня довольно таки мелкие молодые в основном крупные крупные переросшие много подсушенных при случае конечно буду показывать и собирать какие-то другие виды грибов но сейчас увы массово сморчок конический степной сморчок сморчковая шапочка уже практически отошла красавцы бывали такие годы когда сморчков в лесах и степи я не находил вообще сухая весна когда это весной я прям по сморчковым душу отвел никогда я столько с таком количестве не собирал только сморчковую шапочку он там кстати и молоденький стоит мелкий сморчок отлично еще молодые грибы попадаются вот я друзья встретил впервые строчок обыкновенный вот один смотрите отломился темно-коричневый вот еще это вот этот строчок считается ядовитым содержит в себе гераметрин недавно у меня в комментариях даже было один человек писал на сушил вот этого строчка обыкновенного три раза приготовил все нормально на четвертый раз отравился так что посмотрите аккуратно будьте гераметрин чем он опасен накопительный эффект у него какой гераметрин он быстро в общем-то он летучий яд испаряется он быстро выходит из организма но чем он опасен это если накопительный эффект когда часто и много ешь часто и много желательно вообще этот гриб не есть то есть гераметрина может быть в различных количествах может быть в составе этого гриба гераметрин может быть очень много может быть меньше от чего это зависит я не знаю скорее всего от климата чем жарче тем больше его вот еще один строчок обыкновенный гераметра эскулента причем эскулента переводится как съедобный то есть гриб ядовит но переводится как съедобный гераметра эскулента я не знаю почему чем почему такая ошибка такой вот он темно-коричневого цвета довольно кстати такая довольно длинная ножка у него на строчок обыкновенный полая ножка вот смотрите края вот прижатые у него к ножке по краям края шляпки я уже как-то не надеялся его найти каждый год весной его еще и мне не попадается сейчас он просто встретился мне случайно просто что называется отпустил ситуацию биотоп ну вот он любит такие песчаные сосновые бара с нарушенной почвой вот они вот и сосны рядом стоят сосны осины здесь растет он совместно с соснами гераметра эскулента друзья надоело мне забирать конический сморчок я приехал за степным сморчком смотрите смотрите какой красавец это не все вот этот старый вот сломался степные сморчки маршелла стопикола это тоже рассошанский район я недалеко уехал километров 30 от того места недалеко смотрите какие огромные степной сморчок называют его и гаражки и пожарики их называют вот эти сморчики кстати на пожаре щах ну один раз я находил там где трава горела вот эти сморчики по сути вот это вот название пожарики или гаражки соответствует больше сморчкам горелым которые растут на лесных пожарищах эти вот сморчок избыточный войлочный сморчок огромные тут посох вон еще полянка смотрите какие вот эти посохли уже вот сморчки вон там фото надо сделать собираем друзья вот это вот динозавры просто всем сморчкам сморчки и у них видите и ножка не полая как у конического то есть полная корзина если таких набрать то и масса будет соответственно больше кстати смысл а его выкручивать нет потому что ножка во время роста в себя землю загребает внутрь и все что ниже уровня почвы ножка будет землей где-то ну процентов наверно 30 или 20 массы это будет почва земля даже вот видите с края вот это вот кричит фазан огромные какие вот смотрите какой смотрите какой друзья гигант степной сморчок вот они же вот здесь вот и вот друзья вот здесь вот здесь он стоит уже дырявый хорошо просохла после дождей можно проехать мелкие разрядился друзья стабилизатор буду снимать с рук смотрите какой красавец степной сморчок смотрите вот степной сморчок бы не наступить на них степной она один наступил вот друзья смотрите еще степные вот прям в крови такой вот друзья итог две корзины степных сморчков корзина конических сморчков и их тут еще осталось довольно таки много тут еще вот люди собирают семья степные сморчки итог незабываемые всем удачной тихой охоты пока так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok